Итак, мы начинаем, точнее, предлагаем. Я надеюсь, что я не дам у вас много времени. Кроме того, мой рассказ будет практически целого теоретическим. Это значит, что у меня не будет никаких домашних заданий. Я не буду от вас ничего требовать. Вы просто можете интервью свой тягу по чистому знанию. Итак, о чем же я буду рассказывать? Какую задачу я хочу вас решать? Задача называется «Сборка генома ДНО». Предположим, вы в экспериментах засунули свой любимый организм в степенатор. В степенаторе было вам видно. Как мы еще посмешено в предыдущей лекции, вы эти ряды отпроцессировали. И что же вы будете с ними делать и дальше? Дальше возможны два варианта. Первый вариант, что этот организм уже каким-то до вас был изучен, например, для человека, или орбитоксис, или дрозофилы, или какой угодно еще популярный организм, и для него уже есть геном. И вы хотите узнать, чем ваш осыпь отличается от среднестатистической осыпи. Эту задачу мы сегодня не рассматриваем. Про нее вам расскажут через две недели. Эту задачу картину. А бывает ситуация, когда этот организм новый. Вы бы там сами откопали, или просто никто раньше на вас не занимался. И вы хотите, вот у вас есть какие-то виды, как вы помните, это маленькие короткие последовательности. А вы хотите получить последовательность генома. То есть последовательность хромосома. Сначала делаем сам. И вот эту задачу мы будем с вами сегодня решать. Точнее, так. Я вам расскажу некоторые общие идеи алгоритмические. Как их решать на практике, вам расскажут мои коллеги через неделю на следующий раз. Итак. На входе у нас процессированный рейт. Сейчас с каждым условием мы будем все дальше и дальше уходить в идеологию, и все ближе-ближе подходить к математике и программе. Итак, как у нас выглядят наши данные? Предположим, что у нас была одна хромосома. Но чаще всего у нас нет возможности изучать данные, полученные только из одной клетки. То есть каждый хромосом у нас не в одном экземпляре, а во многих. Так происходит чисто по каким-то экспериментальным ограничениям. Мы не можем достаточно надежно оперировать данные с одной хромосомой. Нам не хватает информации. Поэтому одной и той же хромосомы у нас много. Дальше. Что происходит в приборе? Точнее, не в приборе. Вы случайным образом режете эту пластику в случайных местах на маленьких кусочках. И получаете в итоге набор коротких кусочков. Что важно понимать, то что они, то что порезали, будут в случайных местах. У этих кусочков одинаково более менее только один параметр. Это их длина. На несколько сотен букв. Чтобы вам проще было это представить, есть такая немножко дурацкая аналогия. Представим, что мы взяли тираж какой-то газеты. Много-много экземпляров. А дальше положили под него динамит и взорвали. Но при этом почему-то у нас все не сгорело, а взлетелось на много-много маленьких кусочков. И теперь мы хотим собрать хотя бы один экземпляр какой-то газеты. Чтобы понять, что там было написано. Чем эта аналогия хороша? Тем, что мы понимаем, ну мы можем себе ее представить, как у нас выглядят наши исходные данные. Наши исходные данные это какие-то кусочки, на которых написаны какие-то буковки. Эти буковки могут немножко перекрываться. Потому что у нас тут было много копий и у нас было какое-то длинное предложение в целях урешения аналогового климата. И в одном месте, в одном экземпляре у нас попало первое три слова из этой фразы. А в другом месте у нас попало второе три слова из этой фразы. Это до некоторой степени похоже на сборку паззлов. Только у нас, естественно, все эти кусочки перемешаны. И паззлов у нас было не один, а много. Какие тут нас ожидают сложности? Во-первых, и это не основная проблема, а основная проблема, кто мы будем сегодня решать. Данных у нас очень много. Если мы возьмем, например, геном человека. Его длина это 3 миллиарда просветности, 3 миллиарда пар оснований. И, соответственно, если мы его хотим прочитать слегка, хотя бы с покрытием единицы, с покрытием 100, то нам будет нужно где-то миллиард тридеров. Это очень много. Дальше. Нам неизвестны закономерности того текста, который мы пытаемся шифровать. Если вспомнить аналогию с газетой, то если мы видим на одном обрывке слово «побозревание», а на другом обрывке слово «убийство», то мы понимаем, что, наверное, оно где-то рядом. Мы знаем, что эти слова не менее из одной тематики. Когда мы смотрим на два чтения, на одном какие-то буквы «а», «т», «г», «г», «ц», и на другом какие-то буквы «г», «г», «т», «т», «т». Мы на данном этапе не знаем правила составления этого чтения. То есть знаем, но очень опосредованно. И глядя на два рида сами на себе, мы не можем сказать близко они на выход руках, если они не пересекаются. Таким образом, основной наш способ внимания того, что эти рида находятся рядом, это если они перекрываются. Если они не перекрываются, это как кусочки пазла, которые пришли в зацепление. Следующая проблема, с которой мы сегодня не будем бороться, но она тем не менее очень важная, это повторы. Вот вернёмся к картинке с пазлом. Вот мы видим, что здесь есть много повторяющихся кусочков. Например, какие-то одинаковые двери, одинаковые окна. Когда мы будем смотреть на кусочек пазла, который опустит в этой двери, мы не будем знать, мы не знаем заранее наверняка, глядя только на него, какой из этих трех дверей он относится. То же самое у нас есть и в нашем биологическом тексте, в нашем геноме. Почти во всех геномах, всех организмах встречаются относительно короткие последовательности, которые повторяются много раз. Одна из самых известных таких последовательств, это, например, авоповторы. В организме человека последовательность длиной нескольких сотен встречается, по-моему, до миллионов раз. То есть здесь у нас всего лишь жалкие три дверки, а там у нас миллион копий этого несчастного авоповтора. Нам хотелось бы понимать, в тот рип, из какого именно вхождения он пришел. И это некоторая проблема. Следующая проблема — это малый размер алфавита. В русском языке, например, 32 буквы. И таким образом, если у нас два чтения пересекаются, когда мы на четыре буквы, вероятность получить такое пересечение по случайным причинам будет 32 в четвертый. Это примерно миллион, если участвовать. А у нас здесь, в нашем обновлении, в наших словах всего четыре буквы. Если у нас люди пересекаются всего на, не знаю, пять букв, то вероятность получить такое совпадение по случайным причинам будет четыре в пятом. Что гораздо меньше. И последняя проблема, с которой мы сегодня не будем бороться, и которая очень важна и существенна — это ошибки. Ни один прибор нам не выдаёт антикрида в том виде, в который мы в него положили. Как правило, если говорить о технологии люди, на самом популярном, то на один вид, на одно чтение у нас будет как минимум одна ошибка. И это означает, что некоторые зацепления, некоторые пересечения антикрида будут неправильными. К сожалению, эта проблема практически очень важная, но сегодня мы её рассматривать не будем. Итак, надеюсь, вы поняли, какую задачу мы будем решать, поняли, почему она сложная. Теперь я пробую ввести несколько терминов, которыми я в дальнейшем буду пользоваться, которые мне нужны для того, чтобы объяснить, собственно, как эта задача решается. Если кто-нибудь из вас, кто не знает, что такое граф, вершина, орегурал, хорошо, неправильный вопрос. Граф — это такое математическое слово для того, чтобы означать вершины, для того, чтобы означать точечки, которые соединены стрелочками. Точечки называются вершинами, а стрелочки, которые соединяются, называются ребрами. Это просто термин. Вы можете себе представить это, не знаю, как схему железнодорожного транспорта, где точечки — это станции, а линии, которые соединяют — это железнодорожные пути, которые соединяют. Можно представить себе это как граф, как интернет, в котором вершины — это сайт, а стрелочки, которые соединяют не ссылка с одного сайта на другой. То есть это некоторое такое обобщение для того, чтобы говорить о каком-то наборе, чтобы вы не видели какие-то связи между ними. Когда вот на этой графе стрелочки нарисованы, то такой граф называется ориентированный. Бывает, что стрелочки не нарисованы, означает, что мы по этой дорожке можем ходить в обе стороны. Это граф не ориентированный. Если мы будем двигаться всё время по каким-то стрелочкам, не нарушая их направление, то мы получим то, что называется путь. Просто последовательность переходов из-за выборшек в любую парёвку. А если мы в конце нашего пути пришли в воскропную точку, туда, откуда мы начинали, то называется цифр. Простые, мне кажется, несложные слова, и будет более чем достаточно для того, чтобы принимать решение дальше по выбору. Дальше. Я хочу рассказать про два понятия из теории графов. Это эйеров циклов и гамильтонов циклов. Чтобы вам было лучше их запомнить, лучше, чтобы вам было проще их запомнить, я расскажу историю, почему этим термином дали именно такие названия. Для начала мы поговорим о городе Кёнигсберге, который сейчас называется Калининградом. О том, каким он был в 18 веке. Был он, например, внутри, т.е. течёт река при более, в неё есть два берега и есть два острова. Всё это соединено мостами. Предположим, вы в добропорядочной дуре живёте там, мосты вам очень нравятся, вы будете гулять. В конце прогулки вы, конечно, возвращаетесь домой. А хоть мосты и красивые, но ходить по одному и тому же мосту два раза вам не интересно. Какая у вас возникает задача? Задача очень простая. Вы хотите прогуляться так, чтобы пройтись по каждому из мостов и в конце вернуться к своему дому. Если мы теперь перейдём на цифроматоматический знак, у нас есть вот такой граф, где каждой точке соответствует какой-то район города Кёнигсберге. Вот это верхний берег, это нижний берег, это какие-то острова. А рёбра соответствуют маску. Таким образом, если опять же перейти от этого красивого краю, как это некрасиво, то мы хотим построить цикл, который пройдёт по каждому ребру и в конце вернутся, поскольку цикл восходное место. Вот если вы здесь очень поняли, то тут приведём пример такого цикла. Вот у нас есть такой граф. Вот если мы начнём из этой вершины и будем ходить по ребрам обозначенной циферке, то в конечном итоге мы пройдёмся по каждому ребру один раз и придём в ту точку, из которой начинаем. К чему вам называть Зейверов? А потому что эту задачу от Ленигсбергских мостов решил известный швейцарский математик Леонард Тейлер в 1731 году. И он решил не только для города Ленигсберген, а для любого вообще графа. Он придумал очень простой способ построения такого цикла и доказательств того, что такого цикла в данном графе нет. Как вы, может быть, знаете, не всегда так получается. Так красиво и здорово выглядит. Гаммельтонов цикл. Другой немножечко цикл, и его придумал Орд. Гаммельтон уже в 19-м веке. Тогда смартфонов не было, путешествовать было далеко или по дороге скучали. И Ларр Гаммельтон придумал такую головоломку. Вы, кстати, можете ее скачать, если вам еще хочется не показать. Суть головоломки очень простая. У вас есть куля. Вот такого вида. Тут не очень хорошо видно, вы можете смотреть на его схематическое изображение справа. У вас в нем есть луночки, это вершина на этом рисунке. И у вас есть 20 фишечек зонумерованных динода, 20. Ваша задача — ставить фишечки одну за другой так, чтобы в конечном счете составить... Ну, расставить все фишечки. Каждая следующая фишечка ставится в лунгом соединенном линии. И в конце мы хотим вернуться туда, откуда начали. Такая вот немудренная головоломка, но, говорят, достаточно ровно. Здесь мы пытаемся построить то, что называется Гаммельтинговым циклом. Это цикл, который проходит по всем вершинам. У нас были лунги, у нас были фишки. Нам нужно было этими фишками занять все лунги. При этом по каким-то ребрам мы могли не пройти. Вот возьмем тот же самый граф, с которого мы начинали. И вот, к примеру, Гаммельтингового цикла. Вещь, которую мы будем запомнить, это то, что Эйлеров хочет пройти граф. Эйлеров – цикл. Это цикл, который проходит по каждому другому один раз. А Гаммельтинговый тот, который побывал один раз в фишки. Зачем нам? А, теперь, собственно, ключевое различие для наших целей между двумя этими циклами. Для Гейлерового цикла у нас существует прекрасная теорема Эйлера. Здесь у нас формулировано очень сложный язык. Но суть в том, что вы можете сначала пройтись по каждой вершине, посчитать то, что называется ее степенью. Степенью, вершине – это количество ребр, которые с ней связаны. И если у каждой вершинной степень чёрная, то Эйлеров цикл существует. Построить очень просто. Вы прорисунете в линии одну за другой. Пока у вас получается. В конечном счете у нас все получится. Почему все получится? Потому что, эйлеров – это выказать. Это выказать совершенно несложно. В качестве домашнего задания мы просто попробуем сделать это сами. Поскольку у нас граф ориентированный, то есть у нас есть стрелочек в вершинах, то тут нужна немножко более точная формулировка. Мы говорим не о степени вершины, а о полустепени захода и полустепени исхода. Это такие сложные слова для того, чтобы отдельно почитать число стрелочек, которые заходят в вершину, а число стрелочек, которые заходят из вершины. Они должны совпадать. Если вы там чуть-чуть, буквально я буду про это подумать, это достаточно очевидно. Так вот, если у нас есть граф, мы хотим построить Эйлеров цикл, то мы можем легко и быстро проверить, возможно ли это, и легко и быстро этот самый граф построить. Теперь вы, наверное, ждете, что для гаммитного цикла я вам сообщу тирему гаммитному. Должен вас разочаровать. Ее нет. Что означает? Слова то, что ее нет. Тут нужно немножечко относиться в сторону. Знаете ли вы, что такое МП-задачи? Никто не знает. Это достаточно жаль. Если вы будете сталкиваться в своей жизни с какими-то алгоритмами, то это очень полезное понимание. Если вам приходит программист, которому вы поручили решить эту задачу, и говорит, что, к сожалению, эта задача относится к классу МП, то вам надо сходиться за голову и убежать, потому что это означает, что эта задача за разумное время не решается. И несмысленно обвинять вашего конкретного программиста или вашего конкретно знакомого в математике. Это некоторый класс задач, про которые известно нам, что если вы решили одну, то вы тем самым автоматически решили множество самых хороших других. Такие задачи называются инфополными. Задача найти гаммитовый цикл в графе является за собой полной. Задача взломать некоторый, в общем, распространенный шифр, который используется в банковской системе, тоже является за собой полной. Таких задач очень много, над ними их пытаются решить уже где-то лет 30-40-50. Очень много разных людей и до сих пор никому это сделать удалось. В частности, институт Хлея назвал это одной из проблем тысячелетия, и обещал премию за миллион долларов тому, кто-либо решит, либо докажет, что решить за разумное время, что бы это ни значило, невозможно. Таким образом, главное, что надо из их вывести, что любая задача, задачи за разумное время не решаем. Решаем и ченим. Таким образом, элеровцы находим легко и быстро, гаммитов, долг и сбор. Теперь, я расскажу, как, собственно, решать задачу сборки генома Денова, но с некоторыми обращениями. Какие у нас будут обращения? Обращения у нас будут не очень существенные. Большинство из них можно избавить, но если я буду вдаваться в них, это сильно затруднит вам предложение. Итак, обращения такие. Геном наш кольцовый. У многих бактерий, как вы знаете, это так и есть. То есть у нас в буквке написано, считайте по кругу. Все чтения одинаковые длины. Это достаточно разумное предположение, хотя в реальности они чуть-чуть варьируют. 100, 101, 102, 109. У нас они будут все строго одновременно. Геном просчитан с каждой точки. Это означает, что мы выбрали какое-то направление, допустим, кольческого стрела, выбрали длину, и, начиная с каждой буквки, прочитали чтение. Допустим, у нас длина 3, мы начали отсюда. Первое чтение будет катератом. Потом сдвинулись, прочитали все еще. Открыли. Еще сдвинулись, прочитали еще три буквки. Открыли. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, все такие чтения у нас есть. По одному разу. Это означает, что мы не мучаемся с тем, что, опять же, реальный прибор, стекинатор, может, к сожалению, вам... Ну, не реальный прибор, а в реальной ситуации вы положили много геномов. И может оказаться так, что из двух разных шоких геномов вы просчитали рейтинг с одной и той же позиции. Этого у нас сейчас нет. Последнее предположение, последнее наше упрощение, это то, что у нас не бывает ошибок. Мы все это читаем совершенно без малейших помаров. Попробуем решить эту задачу сами. Что нам, в конце концов, в каких-то будем делать. А как бы мы это делали? Вот, мы получили какие-то рейты. Предположим, трякости, написанные на доске. Как я уже говорил, основной способ собрать их в однопосредственность, это пересечение. Причем, чем больше пересечения, тем лучше. И, исходя из наших упрощений, мы можем брать пересечение максимальной длины. То есть, в данном случае, сколько у нас чтение длины 3, то мы будем брать пересечение на длины 2. Так что, с каждой стороны связать по одной бушке. Ну, что тут? Давайте я выпишу эти чтения. Вот у нас АТВ. Предположим, поскольку у нас геном кольцовый, это все равно, с какого рейта начинает. Теперь нам надо это продолжить. Как бы нам это продолжить? Ну, надо найти рейт, который перекрывается с нашим первым. То есть, он начинается на букву ТД. Какие у нас там есть? ТДД, ТДС, ТДД. Как видите, у нас есть несколько вариантов. Какой из них выбрать, непонятно. Запишем эти рейты. И чтобы запомнить, что они, что можно из одного начать и перейти в другой, мы их соединим с тряточкой. Вот у нас уже начинает получаться граф. Дальше. После этого рейта нам нужен рейт, который начинается с ГЦ. Так. У нас есть ГЦ. 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 А. С Маурисом стрелочки. Понятная идея. Я не хочу просто на доске все писать, поскольку на следующем слайде у меня все прекрасно можно решить. Изображено. Итак. Все мы делали легко и просто. А теперь давайте попробуем понять. Вот у нас есть граф. Мы хотим, двигаясь от одной вершины к другой пареором, поскольку это означает, что мы взяли гвариды, которые на максимальной степени пересекаются, хотим научить цикл. Поскольку у нас биномблицевой, мы с какого-то ревночья шли-шли-шли, вселенные использовали, и дошли до конца. Как вам кажется, вот этот цикл, он будет каким? как вы, наверное, догадались, это будет один из тех циклов, про которые я вам уже рассказал. Игров или комит. Игров. Игров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Вот это гениальная токарка Не знаю, кто ее произнес, но все равно так она есть Молодец Действительно, вот этот рид Он что делает? Он соединяет букву TG из предыдущего рида и букву GC из следующего рида Вот эти вот кусочки рида не все, не есть ли целиком А его некоторые там префиксы, суфикс его начало и конец Мы назовем вершину мы возьмем вот это вершине а это пригром Вот, сейчас я теперь попробую посмотреть, как это происходит как это происходит с реальными данными Вот к нам ЦВТ Мы создали две вершины ЦВТ и соединим ее в стрелочке Дальше к нам пришел рид Кодышку похожую Дальше к нам пришел рид Он должен соединять вершину ВЦ и вершину ВЦ Поскольку вершина ЦВ у нас есть мы не рисуем новую а соединяем, ну, рисуем вершину ВЦ, которой у нас не было и соединяем ее стрелка, которая у нас уже была А там пришел рид ТГЦ Опять же, вершина ВЦ у нас была вершина ТГЦ у нас была мы рисуем новую вершину и соединяем ее со соединяем ее ребром, которое соответствует рид Пришел рид ГТГ все вершины, которые у нас требовались, уже есть мы просто нарисовали новую ребру Когда мы этот процесс закончим мы получим вот такой выход Вы можете убедиться самостоятельно, но не будем сейчас этим заниматься что если мы построю, найдем здесь элливер цикл то он будет соответствовать исходному геному, из которого мы получили соответствующий рид Это, в принципе, полезное упражнение я рекомендую вам его правил Вы можете заметить, что здесь, возможно, не один вариант на нескольких здесь, возможно, несколько элливеровцев Это с точки зрения какой-нибудь теоретической теоретической влечительной науки вопрос интересный, а на практике вы с этим никогда не столкнетесь но, в принципе, полезно понимать, что иногда данных может быть недостаточно для того, чтобы однозначно определить последовательность вашего генома и тогда и тогда я не слышал, но, может быть, какой-нибудь из асендеров выдаст вам два результата так Миша на прошлой лекции упоминал термин график Дебреевна это в принципе в нашей науке график Дебреевна называется ровно вот такая структура однако причем тут казалось бы Дебреевн Дебреевн занимался совсем другой задачей это такой голландский математик который решил соединение в прошлое совсем другой задачей ему хотелось найти самое короткое слово в некотором алфавите так что двигаясь в длину окошком определенной длины мы получим все возможные слова в одной статье нам это сейчас совершенно не актуально важно то что вот он, собственно, придумал для решения этой своей задачи граф вот такого лидер где, как же лидер в последовательности длины соответствуют ребра и ребра соединяют вершины которые являются префиксами или суффиксами таким образом мы называем наши графы графа Дебреевна по историческим причинам единственная сложность про которую я вкратце расскажу как можно ее решить этот сложность заключается в том что иногда у нас одинаковых рядов может быть несколько штур в этом случае эта проблема решается очень просто если у нас несколько рядов мы проводим несколько несколько рядов которые к этому риду соответствуют в итоге получаем немножечко другой граф который не совсем граф Дебреевна но все наши методы к нему применим иначе с тем же успехом мы можем проверить что там есть или это цикл и тащить так же быстро вам его найти короткие последовательности да еще ниже на термин камеры сейчас я у него тоже просто как я уже говорил данный метод подразумевает что все ряды имеют одинаковую длину опять же как я уже говорил ни один прибор нам на уровень одинаковой длины не вылез поэтому как правило поступаем так так вот наш длинный риф длины 100 выбираем какое-то число из некоторых соображений про которые вам расскажут через неделю достаточно большое но уменьше длиной риф не знаю допустим 55 и режем этот риф на всевозможные кусочки такой длины вот эти вот кусочки такой длины называются камеры и вот ровно из этих камеров потом и строится соответствующий граф депрель если вы выберете k слишком маленький то этот граф получится у вас очень большим в память не врезет если вы выберете слишком большим то какую-то часть информации вы потеряете но опять же тут же вопросы выбора конкретных параметров в конкретных программах мы будем обсуждать на следующей неделе итак с теоретическими основами сборки сборки генома диноба на этом я заканчиваю дальше у меня будет несколько слайдов если там появится экран посвященные работе генекс наш пост требует выполнения практических заданий все из них вы можете выполнять на своих компьютерах однако это может быть не всегда удобно потому что тестовые данные могут быть достаточно большие и вам может быть непривычно работать с системой программ в практике в больших проектов всегда используется какой-то большой пластер большой набор вычислительных систем которые работают под управлением операционной системы мы не будем вам рассказывать подробно как она сделана на фресней работе сейчас я продвигаюсь по тем моментам которые вам нужно самим получить какую-то информацию для начала где искать эту информацию проще всего для старик если там вы не с вами можете попробовать оправдаться с вами используя команду если вы вообще ничего не знаете про то что это такое что это команда ман то полезно читать какую-нибудь базовую книжку достаточно популярный вариант определенных линус она есть по-русски есть по-английски и опять же если вы никогда с этим не сталкивались то очень полезно найти друга товарища знакомого который всем это владеет просить вам показать базовые вещи когда вы научитесь что-то делать и прочитаете письмо или зайдете на сайт где будет описано как попасть на тот сервер на котором мы вам предоставим логин у вас откроется черная корсочка сделанная буковка это запущенная программа которая называется шар к сожалению не общаясь это основной интерфейс который вам позволяет работать с юник-системами он служит для выполнения двух задач во-первых вы там работаете с файлом вы их копируете перемещаете удаляете создаете и во вторых вы запускаете программу в которой эти самые файлы обрабатывают что касается вынужденности ну базовых со всеми вещей для шева вот тут перечислены некоторые команды я да 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 все я потом презентацию напомню и напишу что каждый из них делает сейчас мы будем для этого останавливаться дальше вам надо ознакомиться с такой вещью как приобретение потоков воды вывода не бояться таких символов это нужно для того чтобы выдачи какую-то программу вы не обязательно смотрели на экране в момент когда она работает могли записать ее в файл и ознакомиться с ней позже и с того что касается шева еще очень полезная вещь научиться писать цикл фор который позволит вам перебрать все файлы в какой-то папке или все подпапки в какой-то папке это бывает очень удобно потому что например те же виды из сервинатора вам могут прийти не в виде одного большого файла а в виде некоторого намного и вам нужно запустить одну и ту же программу на многих файлах для этого нужен цикл фор нужно выучить его синтез теперь более конкретно по другим задачам для работы с файлами нужно остановиться примерно что делают эти команды опять же я потом их попытаться запомню и расскажу и напишу что каждый из них делает при обработке текстовых файлов первый момент про который я хочу сказать если у вас есть большой файл несколько сотен мегабайт бывает у вас в ваших книжках скорее всего будет написано что для просмотра и редактирования файлов служит редактор вин, макс, нано много разных если вы попробуете редактор открыть большой файл он попытается прочитать весь этот файл оперативную память если файл слишком большой или памяти мало тут вы посадите очень медленно с другой стороны есть программа class которая выходит файл экран не позволяя его редактировать но при этом делает это чаще всего гораздо быстрее есть полезные команды head detail которые вам от файла выводят его кусочек либо из начала либо из конца есть команда wc которая может посчитать число строчек в файле если вы вспомните как видит формат это позволит вам быстро понять сколько у вас рид есть полезная команда grep которая позволяет вам отфильтровать те строчки из файла которые соответствуют какому-то условию например вам нужны риды риды парные есть рид левый есть рид правый вам может быть нужно отфильтровать только левые вы сможете сделать с помощью команды про остальные я сейчас не буду рассказывать прочитайте про них пожалуйста с мы достаем вам доступ только к одной машине и там будет например работать очень много разных пользователей поэтому важно понимать как устроена работа ваших процессов чтобы не мешать другим людям есть полезная команда топ которая выдает вам список программ которые сейчас в данный момент работают и занимают ресурсы они будут вверху этого списка есть команда ps которая делает примерно то же самое но топ выдает список который все время обновляется ps задает список один раз чтобы вы могли его спокойно поизучать который не дергается именно про каждый процесс про каждую программу которая запущена есть некоторые свойства самое важное из которых это количество паники которое оно занимает а вот есть нескольких графов которые к этому относятся нас интересует только первое rss все остальные нам нужны state это состояние в котором находится процесс r означает что он запущен и работает s означает что он в какой-то причине приостановился не закончился совсем а впал в спячку если вы так увидите что у вас не так и состояние d означает что программа работает очень активно работает с диском и по этой причине она работает очень медленно на практике это означает что что-то вам надо переделать дальше из 2 полезных графов time и wall time они сообщают вам сколько времени уже работает ваша программа wall time это сколько прошло времени на часах на стене то есть вы запустили вчера в это же время прошло 24 часа а cql time это немножко более хитрая вещь если у вас программа использует одновременно несколько процессоров то есть то же самое умноженное на количество процессоров таким образом вам надо просто не путать одно с другим все это все что вам все что я хотел вам рассказать опять же прочитайте пожалуйста эту черту книжку или проспрашивайте своих знакомых спасибо вам прочитайте спасибо спасибо вы можете продовольствовать программа не будет пользоваться вашим кем собственно мы заводим сервер чтобы вам не пришлось ставить книги себе на машину если у вас уже есть у вас есть уже доступ и вам нравится работать с вердом вы можете его поставить себе если вы не хотите с этим связываться мы вам предоставим доступ к нашим серверам спасибо спасибо